Аллах, Субханаху Ата'аля, его просят те, кто на небесах и на земле. Каждый день он, Субханаху Ата'аля, за делом. Точью грудь Аллах, Субханаху Ата'аля, раскрыл для Ислама, кто следует свету от своего Господа, Аллаха, Субханаху Ата'аля. Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, также сказал в Кур'ане, Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама. Вера, уважаемые братья, это милость Всевышнего Аллаха, Субханаху Ата'аля, которого наказывает своему рабу. Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, сказал Они припекают тебя, о Мухаммад, в том, что обратились в Ислам, то, что приняли Ислам. Скажи им, не попрекайте меня вашим обращением в Ислам. Это Аллах, Субханаху Ата'аля, оказал вам милость, приведя вас к Исламу, к вере. Вера – это убеждение и действие. Имам Хассан Аль-Басри, Рахмаху Аллах, сказал Поистине, вера – это не украшение и мечты, однако это то, что утвердилось в сердце и что подтверждают дела. Также ученые дали определение иману – это произнесение языком и действие органами тела. Поистине, эта вера увеличивается, когда человек поклоняется Аллаху, Субханаху Ата'аля, покорен Всевышнему Аллаху и уменьшается, когда он ослушивается Всевышнего Аллаха. Субханаху Ата'аля, вера гарантирует человеку стойкость и также гарантирует человеку спасение в испытаниях. Всевышний Аллах связал с иманом, с верой множество благ, как в этом мире, в Дунии и в Вечной. Также вера приносит человеку безопасность, выводит его на прямой путь. То есть, когда у человека есть иман, она всегда приносит ему безопасность и ведет его прямым путем. Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, сказал в Коране, те, которые уверовали и не осквернили свою веру несправедливостью, пребывают в безопасности, они следуют прямым путем. Также Аллах, Субханаху Ата'аля, делает жизнь верующего человека в этом мире прекрасной, счастливой и дарует ему благую награду. Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, сказал, «Верующим мужчинам и женщинам, которые поступали праведно, мы непременно даруем прекрасную жизнь и вознаградим лучшим за то, что они совершали». Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, обещал ваад. Аллах, Субханаху Ата'аля, что-то, если обещает, Он это делает, Всевышний Аллах, Субханаху Ата'аля, обещал защищать и оберегать верующих. «Инна Аллаха юдафи'у ани ладзина аману, инна Аллаха ла юхиббу кулла хаванин кафур». Поистине Аллах оберегает тех, кто уверовал. Поистине Аллах не любит всяких неблагодарных изменников. У веры есть шесть толпов, мы это знаем. «Аль иману анту амину биллах, ва малаикати, ва кутубихи, ва русулихи, ва льявмил ахир, ва туммин бил кадри хайрих, ва шаррих». Вера означает то, что ты должен верить в Аллаха, Субханаху Ата'аля, в его ангелов, в его писания, в его посланников, и последний день, судный день. И ты должен верить в предопределение как хорошего, так и плохого. Раваху муслим. Также пророк Мухаммад, Салаллаху Алейхи Вассалам, сказал «Вера имеет более 70 ответвлений, наилучшие из них слова нет у божества достойного поклонения, кроме Аллаха, а наименьшее устранение с дороги того, что мешает проходить людям и стыдливость Аль-Хая, одно из ответвлений веры». Поэтому верующий человек, он должен верить во все шесть столпов. Недостаточно, если человек верит в один столб и отрицает другой столб. Это его вера неполная человека в данном случае. Поистине, Аллах сказал в Коране, Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и его посланников, хотят отделить Аллаха от его посланников, они говорят, мы веруем в одних и не веруем в других, и хотят найти путь между этим. Они являются подлинными неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения о тех, которые веровали в Аллаха и его посланников, и не делают различия между любым из них. Он одарит их наградой. Аллах прощающий, милосердный. Мудрость Всевышнего Аллаха, то, что он не оставил своих рабов без испытаний в этой жизни. Для чего Аллах сделал испытание? Чтобы это испытание позволяет отличить истинного верующего от лицемера. Аллах в Коране говорит, Неужели люди думают, полагают, что их оставят в покое после того, как они скажут, мы уверовали, и не подвергнут искушению, испытанию. Мы уже подвергли испытанию, искушению тех, кто был до них. Аллах знает тех, которые говорят правду, му'минин, и Аллах знает му'нафикин, лицемеров. Различие между поведением искренним верующим и поведением неверующих и лицемеров очевидно, дорогие братья. Приведем несколько примеров из Кур'ана. Вспомним, как повели себя две группы людей, которых призвали обратиться к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил между ними, в том, относительно чего между ними возникли разногласия. Всевышний Аллах сказал о поведении лицемеров. Они лицемеры говорят, мунафики говорят, мы уверовали в Аллаха и посланника, и повинуемся. Но после этого часть из них отворачивается. И они не являются верующими. Когда их зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, часть из них отворачивается. Затем Всевышний Аллах передал нам о том, как ведут себя верующие, когда им предлагают, чтобы Аллах, чтобы посланник Аллаха рассудил между ними. Когда верующих зовут к Аллаху и его посланнику, чтобы он рассудил их, они говорят, слушай, мы повинуемся. Именно они являются верующими, говорит Всевышний Аллах. Поэтому, уважаемые братья, независимо от того, каким будет решением в их пользу или против них, они хотели получить закон Аллаха, заключение Аллаха и посланника Аллаха. Лицемеры, они, когда им выгодно, они прибегали за помощью к Аллаху и посланнику. Но если не выгодно, то они не прибегали. То же самое, Субханаллах. Иногда люди собираются, две группы людей, не поделили там что-то в бизнесе, хотят заключение получить. Приходят, недоговоры, ничего между ними нет. Говоришь, Аллах, Субханаллах, ты так сказал, пророк Салаллаху Алейхи Салям так сказал. До этого так они упрашивают, рассудите, рассудите. Мы говорим, мы не ученые, но приведем вам, поизучим эту ситуацию, посоветуемся с учеными, почитаем из Курана, из хадисов Пророка Салаллаху Алейхи Салям, из книг, и, иншаллах, к чему-то придем. И когда им невыгодно это, они начинают спорить, перебивать. Подождите, вот это такое, давай в другую мечеть поедем, давай к другому маму поедем, тогда невыгодно им. Тогда к чему-то, поэтому лазейки искать не нужно. Верующий человек, чем отличается от лицемера, когда, если он хочет решать закон по шариату, тогда независимости против него это, или за него, тогда он что, он должен? Мы услышали и подчинились. Давайте также вспомним, каким было поведение двух групп во время неспосылания чтения Курана, когда Аллах, Субхану Таля, повелевал читать Куран. Верующим неспосылания, и чтение аятов добавляет веры, и они радуются, а лицемеры становятся еще хуже, чем были. Они постоянно ищут возможность избежать внимания в Куранах. Аллах, Субхану Талев, в Куране сказали, когда неспосылается сура, то среди них находится татакой, который говорит, чья вера от этого стала сильнее, неспосылал сура, у кого иман поднялся, прочитал аяты, у кого от этого иман поднялся. Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются. А что касается тех, чьи сердца поражены недугом, болезнью, мунафикой, то это добавляет сомнение к их сомнению, и поэтому они умрут неверующими. Неужели они не видят, что каждый год они подвергаются испытанию один-два раза? Они не раскаиваются после этого и не понимают назидания? Когда они спосылаются сура, они смотрят друг на друга, видит ли вас кто-нибудь? А затем они отворачиваются. Аллах отвратил их сердца. Аллах отвратил их сердца, потому что они люди неразумные, говорит Всевышний Аллах. Также Всевышний Аллах сказал о поведении верующих и лицемеров, когда союзные племена, аль-Ахзаб, сура такая есть в Коране, аль-Ахзаб, окружили мусульман в Медине, помните эту историю, и за ее пределами. И сердца замерли в груди, а взоры закатились от этого ужаса. И тогда Аллах, Субхану Алина, не спасла аяты. Когда верующие увидели союзников, они сказали, это то, что обещал нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду. Это лишь приумножило их веру и покорность. Среди верующих есть рижаль, мужчины, которые верны завету, заключенному с Аллахом, Субхану Алина. Среди них есть такие, которые уже выполнили свои обязательства, и такие, которые еще ожидают, но никак не изменяются своему завету. Что же касается лицемеров, как они себя повели? Вот некоторые из них сказали, о жителе Ясриба, то есть Медины, вы не сможете выстоять, вернитесь. А некоторые из них попросили разрешения у пророка и сказали, наши дома остались беззащитны. Аллах говорит, они не были беззащитны, просто они хотели сбежать. Это суровое испытание продемонстрировало успех верующих людей и убыток, проигрыш лицемеров. Просим Аллаха, чтобы укрепил нашу веру и чтобы мы были истинными верующими. Уважаемые братья, поистине вера приносит множество плодов, как в этом мире, так и в вечном. Вера оберегает человека от сомнений, от страстей, вселяет в его сердце спокойствие, умиротворение и довольство. Вера помогает человеку сказать довольство Аллаха и его жизнь в этом мире прекрасна. А в мире вечном его ожидает наслаждение, которое никогда не кончится. Постоянное наслаждение. Джанна. Али ибн Абиталиб, рада Аллаху аниму, сказал, «Вера подобная нуктату лбайда, нукта фил кальб». То есть белая, когда у человека есть вера, у него есть некая такая точка, белая точка, и она, когда человек поклоняется больше Аллаху, становится все еще белее и белее, его сердце становится светлым, белым. А от греховного же, от лицемерия, появляются черные точки на сердце. И с каждым разом у лицемера, у грешника сердце становится черным и черным. И тогда он сказал, «Аллаху Али ибн Абиталиб, клянусь Аллахом, ва ладзи нафсибияди». Если бы вы раскрыли сердце верующего, вы бы увидели, что оно белое. Если бы вы раскрыли сердце неверующего, вы бы увидели, что оно черное. Уважаемые братья, у каждого у нас есть в этой жизни срок, который Аллах, нам предписал. Только известен Он Всевышним Аллаху. Также мы должны сами себе напоминать друг другу, то, что мы должны беречь вот эту веру. Одно дело, когда мы что-то делаем, другое это еще мы бережем. Не размениваться на мелочи, не размениваться на вот эти фитны, на смуты. Вспомним, давайте задумаемся, что придет день, когда нас всех положат в могилы. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиму, сказал, то, что если у человека была вера, эта вера, она будет, иншаллах, оберегать человека и спасет от мук наказание в могиле в Судн-Изин, после того, как раба Аллаха положат в его могилу. А его товарищи повернутся и уйдут, похоронят его и уйдут. И он даже услышит стук их сандалий. К нему явятся два ангела, усадят его и спросят. Что говорил ты об этом человеке? О Мухаммаде, салаллаху алейкум салам. Он ответит, я свидетельствую, что он раб Аллаха и посланник Аллаха. После чего ему скажут, посмотри на свое место в огне. Аллах заменил его тебе местом в раю. А лицемеру и неверующим будет сказано, что ты говорил об этом человеке? Он скажет, я не знаю, я говорил то, что говорили люди. Тогда ему говорят, ты не знал и не последовал за теми, кто знал. А потом его ударят железными молотами, и он издаст крик. Который услышит все, кроме людей и джинов. Вера также становится причиной выхода из огня, если человек будет наказывать свои грехи в аду, также это вера его выведет его из огня и ведет в рай. Ахазь. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Просим Всевышнего Аллаха, как Он нас собрал в этой мечети, вместе нас собрал, иншаллах, в джаннатульфирдаус, чтобы спас нас от наказания ада, чтобы укрепил нашу веру, чтобы мы были истинными, искренними мусульманами, чтобы отдалил от нас нифа, лицемерие и окружение, чтобы не было у нас лицемеры, а были верующие, мусульманами, которые могли бы нам всегда сделать напоминание, которые могли бы нас остановить, если шайтан сделал нам васьваса. И просим Аллаха, чтобы после, иншаллах, этого, так как Он нас соберет, вместе с нашими семьями, дал нам возможность наслаждаться, смотреть на лика Всевышнего Аллаха.